привет сегодня посмотрим как создать фейковый интерьер для вашего здания то есть мы можем в окна поставить наши фейковые заглушки для того чтобы у нас хоть как-то было оживленнее как вы помните в некоторых играх создают такие штуки и сейчас давайте тоже создадим пусть это у нас вот такое вот здание я обратной стороны здесь закрыл просто чтобы у нас насквозь не пролетала освещение и также подготовил еще модели то есть это у нас кубик в виде так скажем комнаты необходимый но и модели в виде интерьера если сюда скину можно посмотреть что здесь у нас телевизор тумбочка люстра диван и так далее да и на потолке естественно с потолок освещение какое-то так но из-за того что у нас сейчас с одной стороны просвечивает давайте быстренько накидаем заглушки чтобы у нас все нормально не просвечивала насквозь так возьмем здесь растянем чуть побольше и выставим почти вплотную чтобы уж так быстренько развернем повыше ну и еще одно поставим за спиной теперь освещение солнца нам не попадает сюда и отлично также можем наклепать дополнительные элементы если вам вдруг это необходимо да есть какие-то элементики которые более-менее симпатичные где-то что-то переставить покрутить и так далее также накидываем освещение пусть это у меня rect-light будет чтобы освещало все помещение выставляем ниже нашего светильника давайте чуть-чуть прибавим и в размерах увеличим так это у нас ну вот мы подали освещение на все чуть-чуть уменьшим вот так я думаю достаточно теперь чтобы это нам забилдить так скажем кубическую карту здесь мы напишем так сцен капчури куб у нас вытаскивается вот такая вот камера мы ее поворачиваем необходимый ракурс но естественно у меня с одной стороны пустая стена но если необходимо делать можете делать полную коробочку чтобы со всех сторон было внешне так скажем отображение комнаты выставляем ее примерно по центру тут уже как вам желается и желательно конечно делать комнату квадратный она у меня немножко получилось не квадратный почему-то я сделал прямоугольную но рекомендую делать квадратные чтобы не было сильных искажений также есть нюансики вот те же самые предметы которые мы расставляем иногда приходится сжимать чтобы они оказались более-менее адекватные выглядящие то есть видите я ее с кейлом сжал у игреку это мы тоже посмотрим сейчас если мы с ценки вчера как говорится создали нам нужно текстур таргет в ней создать тоже мы нажимаем кьюб рендер таргет и выбираем куда мы сохраним это все давайте выберем в это место давайте напишем таргет таргет кьюб будет название делаем сохранение и она вот здесь у нас появилась вот мы уже зашли внутрь здесь у нас стандартные размеры size x 256 можете увеличивать чтобы было качественнее в данном случае 1024 сделаем и когда мы выйдем сюда и обратно сюда зайдем она уже у нас прорендерится заново естественно этот размер не рекомендую слишком большой делать есть некоторые нюансики и далее что нам необходимо вы можете сделать create static текстуры то есть мы создаем статическую текстуру и из этого кубического то есть у нас просто картинка получается естественно мы ее изменять не сможем то есть если мы сейчас создадим какой-нибудь материал который нам будет необходим пусть это будет так это у нас так у нас есть такой материал оказывается надо на это на стены у нас находится такой материал так давайте матрумс зайдем в него если мы выберем кубик чтобы мы более менее смотрели нормально на кубическую карту как раз таки нам кубик нужен заталкиваем либо кьюб рендер таргет который мы создали либо текстур куб то есть если мы текстур куб закинем мы при изменении нашей камеры никаких изменений здесь не увидим так что это лишь на конечном варианте нам необходимо создавать ее а давайте пока закинем кьюб рендер чтобы мы могли еще и редактировать то есть если нам необходимо здесь мы подключаем бейс кавер ну и также подключаем эмиссив кавер можем сделать мультиплайн немножко да то есть и подрегулировать именно тот то освещение которое нам необходимо будет сейчас он у нас ругается давить error но для этого нам необходимо выставить еще одну ноду интерьер куб мак подключаем ее и вес и как видите у нас получается вот такое вот большое количество комнат но это можно избавиться если вам необходимо да так давайте еще создадим здесь обычный плейн вот он у нас обычный плейн развернем ее на 90 градусов как раз таки мы будем ставить на обычный плейн в окнах сейчас мы его пока здесь настроим увеличим размер этого плейна но пусть будет в два раза я думаю достаточно ну да достаточно и подадим наш материал которая вот мы создаем вот этот сейчас будем смотреть как это все выглядит на обычном плейне так наш материал я чуть-чуть потерял вот он здесь мы сохраним и вот у нас вот так вот получается естественно если у вас дом большой и вы хотите каждое окно поставить в принципе это вариант нормальный для того чтобы сделать регулировку сколько вам необходимо append many мы подаем так подаем в тайлинг и здесь на единицу нажимая кликаем по экранам и подаем значение делаем копию допустим и выставляем количество 5 давайте на 6 то есть 6 высоту 5 ширину если необходимо 4 на 6 ну то есть и здесь вы будете регулировать так как мне под одно окно необходимо я могу просто подключить сюда но вы можете посмотреть что если мы пишем 4 он 4 на 4 всегда делать будет то есть напишем 44 будет 44 окна на 44 окна но это уж данном случае у меня одно окно и она вот так вот создается так я сразу вижу ошибку у нас просвечивает насквозь одна стенка как раз таки до которые мы так скажем для того чтобы видеть если у вас такая же ситуация вам необходимо выбрать вот это все всю карту либо создавать ее на пустой сцене ну либо поворачивать для того чтобы было правильно но естественно нам камера тоже придется сбросить так сейчас должно нормально быть принципе давайте посмотрим да все отлично то есть если у вас обновление происходит вы просто нажимаете то есть просто наводите мышку вот на тот материал либо на рендер таргет либо заходите в него и он обновляться будет здесь нюансики какие бывают и как видите наш диван более-менее нормальный вот эта тумбочка как можете замечать она у нас как-то поехала это можно подрегулировать какими-то движениями чуть-чуть сюда камерой допустим она у нас находится чуть чуть правее давайте ее выставим более-менее к центру то есть из-за того из-за этого и как раз таки стоит создавать именно кубическую комнату но высоту естественно можно чуть-чуть подрегулировать поменьше если такая ситуация с этим мы можем естественно чуть-чуть сжать наш получается нашу тумбочку и возможно она у нас будет более-менее нормальной нет она у нас наоборот совсем сильно сплющилась в данном случае нам необходимо так давайте я здесь нормально растянем а здесь чуть-чуть с плющик и вот так вот выставим так здесь у нас давайте выставим единицу чтобы она нормально было пролетим сюда но тумбочка немножко выглядит не очень но уже какая-то есть визуализация да это уже принципе хорошо мы можем кинуть наш комната сюда так и допустим выйти персонажем но естественно первые этажи и у нас могут выглядеть не совсем хорошо потому что здесь еще необходимо будет корректировать какими-то сжатиями давайте так выставим ширине по высоте но уже более-менее выглядит нормально то есть вы можете наштамповать различные комнаты естественно yuk map я как которую я закинул материал все-таки не стоит закидывать то есть вы создаете из нее create static texture и у вас получается текстура давайте ее еще раз удалим обновим точнее создаем статическую текстуру и ее закинем наш материал чтобы не было прожорливые вот этой части этой кубической карты вот это мы удаляем и у нас остается просто текстура который к сожалению мы уже редактировать не сможем но естественно только если не создадим снова если у вас освещение чуть не хватает можете увеличивать здесь на эмиссив ковар и она вот становится чуть ярче естественно если вы перекрутите она у нас слишком яркая становится но хотя бывает что и получше то есть если вы создадите в каждом окне свой интерьер чик это будет замечательно и как будто бы у вас в этих домах фото живет есть большие комнаты как вы понимаете естественно вот такие вот модели выставлять не особо рекомендуется можно делать как-то попроще но не как в некоторых играх там смотришь кубическая карта у кого-то нету дверей там вроде в комнате все расставлено а дверей нету на это вот немножко такие тупые ситуации бывает в какой-то из gta вроде я смотрел что-то подобное было я думаю вам это понравилось пишите в комментариях также может быть чуть позже разберем дополнительные какие-то нюансики с кубической картой но это я уже посмотрю а на этом все до скорой встречи всем пока 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 пока